В настоящее время классическую механику рассматривают как приближенную теорию, пригодную для описания физических явлений, когда скорости движения тел значительно меньше скорости света, а размерности действий значительно больше постоянной планки. Но анализ реликвистской критики механики Ньютона показывает, что эта критика была крайне необъективной. И если учесть и исправить эту критику, то можно придать механике Ньютона более обоснованный вид. Я начну с того, что, ну прежде всего отмечу, что о методологических основах механики Ньютона говорится очень мало. Физику начинают изучать у нас седьмого класса, седьмой, восьмой и так далее. Потом институты. Нигде вы не найдете ни слова о методологических основах механики. Между тем, они хорошо видны, и в общем-то не надо большого труда, чтобы их разглядеть, как построена с методологической точки зрения механика Ньютона. Она имеет очень оригинальное настроение. Основы эти представляют собой совокупность следующих трёх положений, основных положений. Они здесь вот указаны. Первое, главным методологическим положением механики Ньютона является классический метод познания физической реальности. Он в общем-то, в случае, он является ядром более общего диалектико-матического метода познания реальности, стихийно на котором, в общем-то, стоят большинство естествоиспытателей. Базироваться на опыт и отражении в физических понятиях сущности объекта. Необходимость метода вызвана тем, что наблюдать истину какую-то, сущность, невозможно. Даже чисто зрительно мы можем наблюдать только прошлое состояние каких-то предметов, объектов. Потому что за время, пока свет идёт до наших глаз, объект уже изменится. И его состояние будет совсем другое по сравнению с тем, что мы наблюдаем. Мы наблюдаем прошлое, прошедшее состояние. И в то же время сущность вообще не наблюдаем. Вот много споров было вчера-позавчера о сущности времени. Время правильно определили, атрибутивная длительность процессов, но оно не наблюдаемо. Попробуйте рассмотреть эту атрибутивную длительность процессов. И поэтому физики, скажем, с точки зрения времени, пользуются познанием времени с помощью часов. С помощью информации вот этой запаздывающей о моментах времени. Показания часов нельзя не точно и некорректно называть временем. Отдельное показание часов не содержит длительность. Это мгновение, это момент, а значит это не время, это начало времени какой-то, точка. Как точка компьютера вот эта точка, это не весь компьютер, а только его точка. Так и мгновение времени это не время, потому что время это от и до, а до не показано. Это длительность. Следующая характеристика, сущность классического метода познания как раз и состоит в том, чтобы объективно учесть в определении понятий вот это различие. Строго определить понятие. Где информация о времени? И не путать её с самим временем. И где сама сущность времени? Ньютон на память, я приведу его, цитату, в началах своих писал. Пространство, время, место и движение составляют понятия общеизвестные. Но они постигаются наши с помощью чувств. И поэтому возникают различные... Понятия нужно разделить на истинные, математические и, как бы, общеупотребительные, как обыденные, он считал. И обыденные. Абсолютные, относительные, истинные, математические и обыденные. И не путать. Вот то, что мы говорим, сколько времени, и смотрим на часы. Это обыденное понимание времени. А сущность времени... Поэтому физика, в принципе, пользуется длительностью. И теория Эйнштейна пользуется длительностью. Но называет момент отдельный тоже временем. Тогда как между моментами должно быть... И не надо забывать, если классическое истинное время, об атрибутивности. Я ещё коснусь потом этого вопроса. Классический метод познания не ограничивается только построением математических моделей физических явлений. Как это делают современные теоретики, квантовой механики. И предсказанием результатов уменьшения. А предполагает именно выяснение сущности этих явлений. Ну, известная полемика Бора и Эйнштейна по поводу спора, должна ли описывать квантовая механика сущность атомных явлений. Бор считал, что квантовая механика не должна вообще касаться описания внутренних атомных процессов. А её метод вероятностный, так сказать, известный. Потому что невозможно отделить прибор, влияние прибора от поведения наблюдаемого объекта. Действительно невозможно. Но для этого не только измерение в распоряжении человека, а ещё и его мышление и воображение есть. И странно, что я вот написал в статье у себя, что сам-то Ньютон не очень придерживался этого своего высказывания. В частности, его атомная модель Бора, это ведь результат как раз проникновения внутрь атома, внутреннее его строение. Он же не наблюдал вот это вращение электрона, его же невозможно там увидеть. Это же результат размышлений. Поэтому Бор и сам себе и противоречил. Следующий, второй важное положение металлургической основной механики является классический метод формулировки законов механики. Я чуть подвину, чтобы там вот расписан, я расписал картинку. Картинки не очень как бы нормально, но всё-таки. Это мы прошли. Вот. Значит, классический метод формулировки. В чём заключается? Он заключается в сочетании опытного обоснования с идеализированными условиями ИСО. Это вещи противоположные. С одной стороны Ньютон берёт опыт, совершенно реальный опыт, а с другой стороны противопоставит вообще непостижимое нечто. Идеализацию, идеализированные условия евклидового пространства. Говорят, пространство материальное, не материальное. Какое же оно материальное? У Ньютона пространство прямо названо математическое, истинное, математическое и пространство и время. Пустое совершенно, там ничего нет, и это сделано сознательно, чтобы ничто не влияло на рассматривание постулата, когда он рассматривает тела, действия одного тела на другое, или закон третий, закон взаимодействия. Ничто, чтобы не влияло в совершенно пустом, воображаемом евклидовом пространстве. Оно, естественно, нематериальное, ни то, ни другое. Но потом, вот мы в третьей металлургической части, вот это применение законов, когда мы будем применять законы Ньютона, мы должны будем изменить вот эти начальные условия. Какие эти идеализированные начальные условия? Ну, известно, что отсутствие любых внешних сил, действующих на инерциальную систему и тела, рассматриваемых в ней. Вот, это главное. Значит, что еще забывают про ИСО? Ну, ИСО это тело в пустоте этой, в евклидовой. ИСО неподвижно и единственно. Допущена была ошибка, не может ни самим Ньютоном, я не выяснил это, что допускают множество инерциальных систем. Эйнштейн заметил эту ошибку мимоходом, что к тому же плохо, что допускают это самое, но не стал ничего исправлять. ИСО неподвижно и единственное в механике. Поэтому, если Эйнштейн, скажем, размещает часы, потом уже при обобщении, не в этой системе, в ИСО нельзя размещать часы, в ИСО все воображаемое. Но если мы потом будем рассматривать следующий этап, как применение в реальных каких-то условиях, и будем размещать часы, то разместив один раз часы в ИСО, раз она единственная, мы уже положили время одинаково во все вселенные. Везде часы. И в движущейся системе, если еще какие-то часы размещать по отношению к движению, то, извините, места-то все заняты. Часы на часы, что ли, ставят? Поэтому, как бы, самбур получается. Ну и еще, что можно сказать? ИСО, ИСО, система координат определяет метрику. Ну я сказал, что раз все воображаемо, ничто не измеряется. В ИСО измерения координат с помощью света запрещены, недопустимы. Это носители внешних сил запрещенных ИСО. По определению их нет там. ИСО закрытая система для других теорий. Ньютон, сформулировав законы в ИСО, вольно и невольно, навсегда закрыл саму возможность каких-либо модернизаций этих законов. Модернизация или обобщение законов механики Ньютона возможны только в том случае, если исследуемые физические явления рассматривать в неинерциальной системе отчета, то есть в той или иной среде, в эфире, в поле, в атмосфере, в воде, где угодно. То есть ИСО для теоретических изысканий закрыто и закрыто навсегда. Это обстоятельство ставит прямой запрет на формировку законов релятивической механики Эйштейна в условиях ИСО. Ну, можно заметить противоречия. Если вы откроете физическую энциклопедию, то там примерно так определяют область применения специальной теории относительности. Специальная теория относительности применима в некоторой области пространства времени, где можно локально ввести ИСО, по отношению к которым свободные от внешних воздействий тела и импульсы света движутся прямолинейно и равномерно. И смотрите, во-первых, в этой системе теории относительности применяются для измерения световые фотоны, и они действуют, давление Лебедева нам хорошо известно, они тормозят, они действуют, они, так сказать, запрещены по этому. Я не буду дальше останавливаться, чтобы не съесть полностью время. Третье положение, металлургические основы, как раз вот оно и касается, что нужно, если мы хотим применять законы где-то, нужно обобщить законы Ньютона. И обобщение сводится в основном к замене начальных условий. Уже эвклидовое пространство долой, уже пространство не пустое, уже, ну, для начала введем то, что Эйнштейн ввел для своих постулатов. И назовем это, как и он назвал, однородное пространство времени. Или однородное электромагнитное поле, можно назвать. Это как в одном и том же смысле. Не противоречие теоретно-сетинствам. Вот это однородное пространство времени Эйнштейна, оно материально. Он таким, так сказать, способом обошел проблему эфира. Будь то бы это пустота. Она так формально и не сказана, что оно не пустое. Он именно много раз повторял, что у него пустое это пространство времени. Но, тем не менее, это материально, поскольку действуют фотоны, действует поле. Фотон это электромагнитное излучение. Вот по сравнению с этим я так обозначил обобщение законов. Эту же систему поменял на неинерциальную систему всего-то и все переделал как бы вот это. Вот сущность метрической неинерциальной системы отчета. Уже неинерциальная система, это тело отчета в физическом поле тоже. Уже не в пустом пространстве, а в физическом поле. НСО также неподвижно единственное. Система координат не определяет метрику. Там определяла метрику система координат. Здесь нет. У Эйнштейна система координат не определяет метрику. В НСО обязательны измерения координат. НСО предназначено для формулировки обобщенных законов механики. И НСО открыта система для других систем. Пожалуйста, формулируйте уравнение максимума в ней. Пожалуйста, в ней она открыта для других. Тогда как в эвклидовом пространстве, в пустом, где запрещены вот эти сигналы, раз запрещены, просто нельзя делать это. Вот третье положение. Таковы, вкратце, методологические основы механики. Вот дальше рассмотрим, чтобы придать механике Ньютона еще как бы такое более-менее культурный вид для применения ее в научных исследованиях, надо еще уточнить. Все понятия у Ньютона более-менее нормальны, но не точны и требуют уточнения. Но они соответствуют классическому методу познания и вот этим металлическим основам. Вот пространство и время немножко чуть-чуть я посвящу. Значит, Ньютон понимал истинное пространство как идеализированный физический объект. То, что я говорил. Приближенно ему соответствует пустота или вакуум. Абсолютное время в механике так же, как атрибутивная длительность процесса. Геометрические свойства соответствуют геометрии Эвклида и уже поэтому законы Ньютона могут быть инвариантны только к преобразованиям Галилея. Нельзя толкать их из сформулированного в Эвклидовом пространстве, а к Лоренцу их считать это требует инварианты. С чего это? Вот в этих условиях и надо смотреть. А дальше вы доработайте их, доработайте с учетом поля, а вот те будут к Лоренцу, говоря. Это положение, такое принцип относительности, можно посмотреть у академика Фока в книге «Теория пространства, времени и тяготения» есть у Фока такая книга. Фок пишет там, тоже примерно близко к тексту, нет, цитаты, что принцип относительности применяется там, где существуют соответственные системы, в которых процессы протекают одинаково. Вот там, если одна система отчета, а вторая, в принципе, не система, а тело какое-то, движущаяся равномерно, скажем, и процессы одинаково протекают, соответственно, применим принцип относительности. Если соответственных процессов нет, то есть начальные условия отличаются и могут резко отличаться, принцип относительности не применим. Эйштейн хотел, общий его принцип относительности, гласил, чтобы законы были инвариантны к любым преобразованиям, то есть при любых начальных условиях. Фок категорически возражал и считал, что общий принцип относительности, так его формулировать нельзя. И вообще он общую теорию относительности, поэтому считал, что ее нужно называть просто теорией тяготения. Это никакая не общая теория относительности. Это можете у Фока. Ну, здесь, может быть, так сказать, можно что-то говорить, но особых опровержений работ Фока нет. Многие зарубежные физики до сих пор о нем отзываются нормально. Это по пространству и время. Значит, уточнение понятия материальной точки. Материальной точкой, понятно, в механике называют тело, размерами которого в данной задаче можно приобреть. Это такое понятие. Но понятие материальной точки в механике, если его чуть-чуть расширить, его можно применять для идентификации, скажем так, любых объектов материальных. Раз это материальная точка названа, она может иметь, первое, любую массу и означать любой объект материальный. Поле так поле. Точки жидкости, точки жидкости, газа, газа, что угодно. Внутри электрона может какие-нибудь вещи обозначать, если они материальны. Мир с точки зрения механики и понятия материальной точки и вот пустоты, как бы вот этой эвклидовой, он состоит из материальных точек и пустоты. Как у демокрита, так сказать. Атомы и пустота. И он с помощью этих, если это поле, значит там плотность будет несоизмеримо меньше. Если это вещество, плотнее точки будут. И он что угодно, можно вот с помощью такой механики. Конечно, этот метод идеализация, конечно, он ограничен, но там, где он применим, он будет работать и можно пользоваться. Значит, вопрос, который механика не рассматривается. Это тоже Эйнштейн замечал в своих работах. Материальная точка не решает вопрос структуры, образования, откуда взялись телесные объекты. Потом телесные объекты могут быть заряжены, откуда заряд взялся, как он клеится с этой штукой, с материей, так сказать, с телом. Как электрон и заряд его сцеплены друг с другом. Это жидкость, что это такое. Вот этот вопрос как бы можно тоже развивать и решать на основе механики Ньютона путем развития представления о пространстве. Пространство было эвклидово, идеализация. Если мы следующий уровень, как бы вместо него рассматриваем пространство уже более реальное какое-то пространство, ну тот же эфир или поле, значит, то можно как бы представить атрибуты процесса. Как вот если точки, ну вот мы сидим все здесь, есть материальные точки. Можно представить, как мы во времени выглядим. То есть на каждой точке своего тела всех людей представить линии времени. И вот ну как в теории относительности примерно линии времени. И вот если бесконечно малую часть возьмем этих линий времени, то у каждого они будут как бы и пространстве уже эти атрибутивные длительности. Это к тому, чтобы понять что такое длительность. И мы так если поступим для воображения, мы увидим, что есть пространство чисто пространство, мгновенно скажем пространство. Это порядок точек. Один порядок точек. Есть совершенно противоположный порядок точек. Это один после другого. И поскольку я говорю, что нас много и линии времени будет масса, то есть он тоже такой же трехмерный. Они одинаковые. Две противоположные пространство длительности и пространство протяженности. вот если представить их потом как во времени процессы существования их, то выходит, что эти пространства образуют определенную геометрию. Во-первых, они обладают глобальной симметрией противоположностей. Значит, надо, ну, времени мало, там вот расписано, как представлять. Можно вывести таким образом геометрию построить, что точки пространственные будут смежными с точками длительности. И, ну, я вот интерпретировал эти точки как свойства, физическим свойством таких вот порядков точек являются заряды электрические. Тогда эти заряды будут аннигилировать в каждой точке. Это будет вот такая модель Вселенной, она будет как бы противопоставлена идее большого взрыва. Большой взрыв сингулярность. Проблема большая. Я читал недавно Хокинга. Значит, он считает, что теория относительности вошла тут в тупик, поскольку она период инфляции, первый период, она не может объяснить. А раз теория не объясняет то, к чему она, вывод ее, это ее же вывод. Собственный вывод не может никак объяснить. На ней надо ставить пресс. По мнению Хокинга. Таким образом, вот уточняя понятия, строго придавая механике Ньютона структуру ее, как исследователь, как научной теории, можно применять ее в физических обследованиях, исследованиях. значит, можно еще сказать так, что можно обобщить и законы механики Ньютона. Вот то, что Эйштейн создал реликвидистскую динамику, на втором законе я только расскажу тогда и все, вот второй закон, он легко сила равна масса на ускорение по теории относительности, еще деленное на корень квадратный нитин минус в квадрат на с квадрат. Значит, если тело ускоряется не в пустоте, а в среде, то среда фотоны, вот в фотонном поле, навстречу, допустим, фотоны, и вы навстречу фотонам движете тело, то вот эти фотоны будут задерживать однородное поле, тоже берем, чтобы не иметь дело с ненименностями. Вот, значит, как раз коэффициент получается, вот этот единица, деленная на корень квадратный. Это то, что тормозит тело. И поэтому силу, которую надо приложить к телу, чтобы разогнать вот до этого ускорения, которое в эвклидовом пространстве формулировано, надо больше. Растет не сама масса тела, а растут затраты на то, чтобы в таком поле двигать тело. Аналогичный импульс, чтобы создать частицы импульс передать, тоже надо подействовать силой в течение ФТ, на какого-то времени силой. И тоже, чем больше вы хотите создать скорость, догоняя ее до скорости света, тем вы упретесь в том, что у вас не будет энергии, силы не хватит, вам тоже бесконечно силу надо большую, чтобы до света дойти. Вот какое ограничение будет. Поэтому, хотя, ну и энергия тоже самая. Вот энергия Моисеев, по-моему, был на какой-то конференции у вас, он говорил как раз совершенно правильно, что энергия реликанская, это не энергия получена частицей, ускорителя, скажем, а это энергия затрачена на ее разгон, тоже затрачена. Поэтому никаких там проблем, вот эти формулы преобразования Лоренца выводятся на основе классической механики Ньютона. Мной здесь выведены. Второй постулат, он тут обоснован с точки зрения классической механики, он теряет свойства постулата, фактически он тут доказан, на основе механики Ньютона, доказывается. Он не нужен в таком виде, что вот, ну, приведу только то, что второй постулат, как бы, как его, независимость от скорости движения источника означает, что скорость света равна сумме скоростей источника и света. И все равно только света получается. То есть, он предваряет, как бы, закон сложения скоростей. То есть, свое следствие, которое постулат. Но, он не нужен, потому что это положение выводится в классической механике из факта, как вся классическая механика на опыте, из опытов по измерению скорости света по отношению к неподвижному источнику. Берешь одну эту константу и получается все остальное преображаем в один источник. Так, выводы. Значит, прочитаю их просто. уточнение. Уточнение. Вот, тут выводите. Почтали, что-то уточнение. 5 выводов коротких Металлогические основы механики Ньютона являются важным инструментом, способствующим ее более глубокому пониманию Механика, классическая механика может служить ядром физических теорий, которые в совокупности отражали бы достигнутый уровень развития физики в целом 3 классическая механика применима для описания физической реальности при любых скоростях движения объектов и при любых размерностях действий, встречающихся в природе Как Петросян есть, шоу у нас иногда идет, там он такой короткий рассказывает штуку такую, что поздравили юбиляра с праздником, с днем рождения, все заканчивают И пожелали ему всего-всего и сто лет жизни Вот, и он сказал поздравительно За сто лет, конечно, спасибо, но Бога-то не ограничивай Так вот Эйштейн Бога ограничил, а классическая механика не хочет Бога ограничивать Она любые, есть скорость веток, будет И для вывода преобразования Лоренца, то, что я сказал, в общении законов Ньютона вместо второго постулата достаточно опытных фактов Релятивическая механика в интерпретации Эйштейна не соответствует действительности, подлежит замене на общенную классическую То есть заменяется только интерпретация формулы Все у меня, спасибо Аплодисменты Времени, как сенсориума Бога То есть чувствилище Бога Это уже метафизика, так сказать Как только я слышу Бога, я в сторону В дереве, я тоже Я никогда не занимаюсь этим вопросом Тогда такой вопрос Валерий Васильевич, а вот может быть имеет смысл, чисто с методологической точки зрения, разграничить понятие пространства и понятие среды? Конечно То есть одно материально, а другое не материально Да, пространство может и математическим быть Кстати Но математическое пространство не обязано содержать объекты материальные Но его потом можно наполнять Вы ввели формулу математику А потом попробовать можно Это уже физическое Вот Римманово пространство Оно ведь есть и так и так Это уже физическое будет Если оно содержит материальные Нет, ну Риммон-то математическое чисто выдумал А Эйнштейн-то его наполнил И оно, когда наполнено полем Оно становится материальным Это уже не Римманово пространство Уже надо полем называть Со свойствами, с геометрическими свойствами диаметов Риммана Спасибо Пожалуйста, вопросы И сам я чему-то учился Значит, я с интересом Отнесу для начала к названию И с интересом и благодарностью Выслушал то, что я вот здесь вот слышу Но Мне представляется две вещи Как бы огорчительными Надо забыть все эти Исо, несо и так далее Надо говорить о некоем интуитивном понятии пространства и времени И пользоваться всеми прекрасными методами Ньютона Но для того, чтобы ту же электродинамику, ту же теплодинамику Выразить в методах методами Ньютона Надо их величины, амперы, градусы Перевести в механические размерности И тогда-то мы на основе вот этих Как бы новой картины Которую мы видим на основе Или электродинамических задач Или теплодинамических Мы получим все Возможность использования этих методов Поэтому, ну, мне трудно запрещать что-то кому-то делать Но моя бы рекомендация была Меньше говорите про всякие Исо Больше говорите о возможности Механического представления любой задачи В виде механической задачи Спасибо Они исторически были Что-что? Исторически были Ну да, да Я понимаю, что Ну, как бы Когда вы опровергаете Бога Вам придется говорить, что Вот, тогда-то Я не опровергаю Я просто не занимаюсь этой темой Например Вы не делаете этого Слава Богу И никто из нас здесь не делает Но если так Это Кириллу надо Все, спасибо Извините Как вы думаете Почему Так сложно С трудом Решается задача трех тел Хотя вот Солнечная система По факту существует Вот два года назад Я делал доклад Под названием О некорректности Реликвистской критики Механики Ньютона И Чхарусан Мне задал этот вопрос Касался ли этой Задачи трех тел Потому что она немножко Там коррелирует С тем докладом Вот Я ему тогда сказал Что нет Но я занялся Последнее время Этой задачей И Как бы пока могу Так вам сказать Что Эта задача Почему-то Как бы Не имеет Четкой формулировки Четкой Я не нашел Как бы четкой А даже более того Задача двух тел Фактически Не являться Задачей двух тел Вот то Что кто-то Доклад делал Помните Гравитоны Туда-сюда Пронизывают Там поглощаются Систично Я объяснял Этим давлением Как бы Этой теории Гравитонов Мы вынуждены Будем Все округу Взять Откуда Это все Приходит Это тела Это Кто у нас Я не Мах Мах Объяснял Иммерцию Ну Требовал Объяснение Иммерцию Что иммерция Обеспечивается Далекими Звездами И Вот Тоже Я когда Рассматривал Он Как бы Идеи Все эти Ведут Что Мах В принципе Прав В принципе Прав Потому что Иммерция Если это противодействие То Звезда На нее Поле действов Противодействует И Передается Этот импульс Он же Уже С точки зрения Звезды Уже Ее инерция Звезды Вот так Вот Поэтому Я считаю Что эту задачу Надо Четко Сформулировать Сначала Все Вот эти Задачи Они По сути Задачи Многих Тем Пожалуйста Все эти Ваших рассуждений Очень интересно Узнать Вы можете Себе Вы Представляете Себе Поле безносительное Безагентное Ну Электромагнитные Волны Электромагнитные Вы сказали Это фотоны Хотя это не точно Но Предположим Не только фотоны Электромагнитные Волны Это большой Спектр А вот остальные Гравитационное Поле И остальные Поля Вы Безагента Представляете Или Могут возникнуть Я их Как бы Два Я понял Вас Понял Значит Здесь Если вы Прочитаете Потом Мой доклад Там Гравитационное Поле Обозначено Обычными Материальными Точками Ньютона Ну Очень Маленькими Точками Я не стал Гравитон Нет Гравитона А материальная Точка Есть Понятие Такое А гравитон Я не знаю Что такое Гипотетический Гравитон Материальная Точка Не Гипотетическое Понятие Это основное Понятие Механики Вот С помощью Материальных Точек Раз И Второе Можно Представить Поле Его И представляли На первых Парактах Вот И второе Поле Вот Когда я вам Рассказал Что частицы Образуется Вот эту Полуфантастическую Гипотезу О том Что Пространство И антипространство Пересекаются По определенной Геометрии И возникают Точки Вот с помощью Вот этих Я назвал Это Сам принцип Принцип Неизбежности Существования Вселенной А Это Принцип Принцип Аннигиляции Закон Аннигиляции Просто Процесс Аннигиляции Вот эти Аннигиляционные Процессы Они Как бы И частица И волна Корпускулярно Волновой Дуализм Потому что Они На первом Полупериоде Они Аннигилируют В середке Они образуют Частицу И частица Потом снова Распадается На заряды И вот так Они все Время Для Этой Для пространственной Точки Это пустота Она как в пустоту Слезет А для этого Тоже Вот это Как пустота И они Друг друга Проникают И тут же Уходят Обратно Вот такой Процесс Поэтому Поле Вот можно Представить С помощью Ну осцилляторов Можете назвать Вот таких Или как угодно Их обозвать Я их назвал Процессами Извините меня Вопрос Не только К вам А к присутствующим И может быть Без ответа Сию минуту А что такое Поле Кто бы мог Дать определение Оставляют Ну поле Поля Поля разными Могут быть Поле может быть Квантовое поле И может быть Непрерывное Максвейловское Определение поля Ну да Ну если Поле В каждой точке Можно Вот электромагнитное поле Мы же определяем Векторами В каждой точке А квантовое Может и не в каждой Точке Уже можно Отвинить Так Хорошо Извините Это я просто Влез Все время Говорят Поле 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 Кто тебя Усеял Мертвыми костями Ну я задаю Традиционный вопрос Как вы считаете Пространство и время Это материя Или нет Да или нет Если Специально Оговорено Что мы Рассматриваем Эфклидово Пространство Специально Для всех Оговорено Сказано Что я Буду Рассматривать Такую задачу Я ставлю Начальные условия Начальными условиями Определяю Что оно Нематериально Сразу То оно Нематериально Но потом Когда я Применяю Эти уравнения В других условиях Я меняю Пространство На другую среду Я заполняю Пространство Вообще Убираю Могу Другую геометрию Ставить И рассматривать Вопрос И задачу В другой Других Начальных условиях Так может быть Вы переходите Уже к среде В этом случае Ну Это Значит уже В поле А вот пространство Вакуум Он как среда Рассматривается Он же При излучении Он реагирует С излучением Вот это мне Честно говоря И не понравилось В чем? В пространстве? Надо четко Делить кувшин От воды Тогда правильно Что не надо Мод пространства Называть Вот этот исходный Почему? Не надо Не надо Не надо Кувшин Называть Водой А воду Кувшин Тогда пространство Остается только Идеализированное Когда мы Выливаем Тогда пространство Оставляется только Идеализированное В одну Телегу Впрячь Это вопрос Соглашения В одну телегу Впрячь не можно Коня и трепетную лань Вот так же нельзя Среду с пространством Ну никак Нет Но время Подождите Вы насквозили вопрос А время Это материя или нет? Вот время Как атрибут Нет Оно не материальное Атрибут Процесса Так ведь? Ну неважно Оно не материя Физиков Атрибут Не совсем понятно Вот когда вы Происхождение Как бы Появление материи И времени Не рассматриваться Допустим Никем Механик Материализм Что говорится Материя неуничтожима И не возникает И не уничтожает Первично Все Но физики сегодня Они же залезли В философию Физики сегодня Ставят вопрос О том А как Может возникнуть Материя А может ли И как она возникает Вот я решаю Вопрос именно Возникновения Спасибо Пожалуйста Я хотел дать Определение Испор Оли Гравитационное поле Говорите Пожалуйста В микрофон Я хотел Дать Определение Поле Гравитационное поле Что такое Гравитационное поле Это движущийся Гравитон Движущийся Гравитон Могут быть Два вида Хаотически Движущийся И Ориентированно Движущийся Гравитон Хаотические движущиеся гравитоны – это компенсированная энергия, это нулевая энергия, это темная энергия. А ориентированная движущаяся гравитона – это потенциальная энергия. Поэтому к началу всех начал есть гравитационные поли. Оно состоит из хаотических движущихся гравитонов и ориентированных движущихся гравитонов. Нет ничего в мире кроме движущихся гравитонов. Все это есть начало всех начал. что такое гравитон это элементарный квантной энергии когда находится в состоянии движения и неделимая частица массы как-то находится в состоянии покоя вот все что в этой комнате все что есть что мы щупаем что это покоящиеся гравитоны это те это те гравитоны когда в их прошлом прошлом они были движущиеся гравитоны то есть гравитационное поле и от этого гравитационного поля все происходит все в мире если есть движущий гравитоне это поле если попозишься гравитон это масса и очень ничего нету кроме движущегося гравитона и покоишься вижу все ориентированно двигаться хаотически движущиеся и покоишься это масса и все Все законы физики, все отсюда исходят. Зачем гравитудный, тогда скажите, масло и все. Лерик Григорьевич, ну, коллега, пожалуйста, или вопросы. Я за вас вопрос. Сначала уточнить. Закон гравитации, семейного тяготия Мюнтона, тема механики Ньютона. Значит, три закона Ньютон сформулировал в идеализированных условиях историй. А закон тяготения, он сформулирован за пределами. Значит, не тема доклада. Ну, извините, это ровнет вопрос. Пожалуйста. Хотя эти законы были уже до Ньютона. Галилея их придумал. Я понял. Все, да, на этом? Отсчитались? Пожалуйста. Причем Ньютон-то непонятно. Несколько лет назад я докладывал, что взаимодействие произойдет только парой-опарой между двумя телами. Почему это возможно? Я скажу, что это обеспечено, потому что на оси координат есть только рациональное качество. И расширенное рациональное качество мы можем отделить. И поэтому логика возникает. Если мы, как сказать, нам должны разрабатывать более три тела одновременно, это невозможно решить. Это то, что Анли Пуанкаре сказал. Но это возможно благодаря дискретности оси. И почему только такое число, рациональное число, и расширенное рациональное число означает квадратный корень. Квадратный корень. Это позволяем, но если это было третий, как сказать, one-third, power one-third, or one-fourth, etc. Квадратный корень. Рекрессивная структура. Рекрессивная структура. Поэтому на основе теоремы несовершенствования Гетеля существования такой. Неполноты Гетеля. Рекрессивная структура. Теорема неполноты Гетеля. Извините? Теорема неполноты Гетеля, вы имеете в виду. Да, да, да. 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 Существования такому, расширяя на ней, расширяя на ней, расширяя на ней, расширяя на ней, расширяя на ней. Но кроме того, например, это не возможно. На основе, я скажу, это теорема, последняя теорема Гемма в математике. Если это было больше, чем 3, невозможно поставить здесь целое число. Так много может быть. Поэтому, если вы видите на скаму пространстве координат x, y, z и на этой оси, то если, например, я castелю на ней, расширяя на ней, расширяя на ней, расширяя на ней. Это насос теорем, фермовый насос теорем,ererя на教許. обеспечить понять, что только такое чисто, и благодаря этому можно обновить, и поэтому только в санкт-Петербурге между двадцать лет, трансмиссии, и в средстве, чего можно говорить, можно думать, подумать, логично, это то, что я говорю. Спасибо. Задача трёх тел, можно в более простом варианте, в такую дебри математики я бы и даже не повесил, а можно как бы проще, если время есть, секунд 40-50, ну на пальцах тогда писать не буду, значит, если мы возьмём три тела, ну допустим так, Солнце, Луну поставим и Землю. И по простому закону Ньютона, произведение массы и обратное квадратное расстояние, вычислим силы взаимодействия между Солнцем, Луной и Землёй, как будто они притягивают друг друга. Можем ещё сделать аналогичную вещь, если Солнце кажется нам очень большой, массой, скажем, имеющей большую массу, может поменьше взять массу, но три тела взять, мы вычислим, а в серёдку будем пробные… в серёдку будем ставить пробные тела, пробные, одно, второе, третье. Мы вычислим тогда, что при двух массах всегда существует одна и та же точка, в которой любая масса будет притягиваться одинаково, в эту и в эту сторону. Одинаково, хоть вы больше массу сделаете сюда, хоть меньше, масса не повлияет на точку равновесия, точка никуда не сместится. Вот поскольку представим теперь, что все тела определённые места в космосе занимаются, мы аналогичным образом поймём тогда, что существует геометрическое место точек, это непонятно, какой она сложности, всё это не прямые, ни какие-то сферы, ничего, это чёрти какой сложности могут быть вещи, но точки, если мы их обозначим, непрерывно такое место точек, где силы вот эти равны между космосом и вот этой, тоже уравновешенные. Если бы туда поставили пробное тело, то силы притяжения вовне были бы выравнены. Мы можем так представить, гравитация всемирна. И можно назвать вот эту вот границу, граница гравитационного поля того тела, которое она окружает. Вот тогда вот с помощью этих границ можно попытаться решить задачу трёх тел. Но я говорю формулировки чётко, может быть разные формулировки кстати, эту задачу. Я не видел. Спасибо. Спасибо. Ещё есть дополнения, вопросы? Да. Всё. Хорошо. Спасибо вам большое.